друзья мы находимся на ферме которая производит много всякой вкуснятины вот вы видели расписание и мы сейчас пойдем смотреть пойдем смотреть это это клубничку только что собрали учитывая что у нас аудитория прирастает и многие первый раз вот мы с нами на этой ферме это в санте-круз значит я напомню что здесь ферма это нон-профитная то есть она прибыли не приносит она сильно убыточная и содержит ее на всякие средства для того чтобы бездомные люди могли прийти поработать подзаработать вернуться может быть жизни там и так далее называется homeless garden этот проект пути ути ути вот друзья это американские пути они тут яйца несут их функция нести яйца яйца потом либо сотрудники сидят либо обменяют на другой ферме на что-то такое тоже полезное пути и тут совсем даже немного да вот как как американские ути александр красотища правда я вот и тонны миролюбивые да миролюбивые да они грациозные грациозные хорошие хорошие они такие а как как вам такие да смотри смешные штучки я даже не знаю в чем их назначение вот этих вот но они как я думаю чисто эстетически как минимум красивые сейчас я вам покажу дать что я вам покажу американского чучела как пугало да она пизиса что ободралась очень сильно было время она была прям как новенькая да сейчас конечно вид у него за трапезный да не знаю даже выполняет ли на какую-то функцию теперь только вот людей пугать не конечно не знаю кого еще может напугать да вот из этого растения друзья если дело вести можно делать текилу она подрасти должна да ну что же а нам сказали что клубничку можно собирать мы пойдем сейчас собирать клубничку а вот на самом деле здесь есть вход тут слева росли помидоры мы давно не были на этой ферме может быть с полгода нам обрадовались работники как родным да вот здесь были помидоры смотрите вот окрашение у них происходит тут к такие капельные технологии все очень современное и сегодня какой ноября 12 вот пошли собирать клубнику она круглый год тут растет и круглый год цветет но есть сезон когда реально много а есть время когда так себе но надо сказать что зимой поскольку дожди то клубника немножко водянистая не такая вкусная вот люди собирают тут не только мы тут есть люди и то что вы видели сегодня вот там у прилавка они сами прошлись тут насобирали довольно много а это клубника и есть они вот повыдерг по выдергали ее смотрите вот эти грядки клубничные они повыдергали клубнику а там еще сколько-то осталось я вам говорил что цветет тут вовсю во все да ну конечно не то же самое что несколько месяцев назад но тем не менее зачем хорошие это поле еще тут клубничку можно есть сколько хочешь на месте она еще гниет не не то видите небольшие не то красавица такая не знаю съедобная несъедобная сейчас посмотрим нет несъедобная несъедобная вот друзья клубника стоило приехать из питера чтобы собрать можно даже помыть и вот это все после четырехчасового упорного труда это вот все что я насобирал то есть я понял сельским хозяйством я не проживу то есть надо заниматься чем-то другим надо аутсорсить другие страны клубнику или сельское хозяйство ирина вот с этой клубничкой вот этой чувствуешь ли ты себя вот маленькой девочкой где-нибудь на харьковской грядки конечно чувство последний раз я собирала как-то в школе нас посылали за клубникает под харьковом нет нет у меня не было бабушки к сожалению которые есть до рядки и клубник так вот шикарная клубничка если вы думаете это середина ноября так это просто вы неплохо там устроились настолько на картошку посылали у нас клубники не было но это было очень давно потом нас посылали на морковку тоже на клубнику а был что-нибудь такой типа яблок как-то на яблок мы не заслужили наверно гена куда куда посылали из театрального института студентов что расскажу что собирали интересная была история значит во первых у нас был так театральный институт который назывался драматический кружок при кафедре марксизм ленинизм так вот а еще при нас была консерватория при кафедре нет вообще значит там все это вместе называлось институт искусств это театральный институт и консерватория так значит самое интересное было с консерваторскими пианистов и скрипачей так и виолончелистов вместе с контрабасистами и хоровиками так послали дергать буряки как бы это сказать пальцы укрепить вот короче говоря они приехали через месяц у каждого размер пальчиков один палец был вот такой скрипачей ломали гриф пианисты просто не могли играть потому что они сразу по четырем клавишам вот это был первый и последний раз когда послали она значит вот она с людей совершенно не к чемушных то есть там театральных режиссеров актеров театроведов вот нас решили не послать никуда потому что не послали никуда просто не боялись что мы своим негодным моральным обликом разложим трудовую крестьянство знать как в песне вот это теории непротивления про толстого он вред объективный принес но роман его воскресенье читать невозможно без слез да вот приблизительно так театральный институт не послали никуда вот агит бригады да это у нас все было сказать вот мы мы развлекали трудовое крестьянство вот зато когда мой первый первое место где я работал в театре уже профессионально как режиссер именно режиссером это был белгородский театр кукол так вот там было невероятно интересно в тот момент белгородская область выбивалась в лидеры по сельскохозяйственным сельскохозяйственным делам не не акидам театральные дела по сельскохозяйственным делам и вот значит тогда собрали всех никчемушных людей то есть актеров двух местных театров значит местной филармонии преподаватели местного музучилища и нас послали на козьбу сена на козьбу травы вот да ну когда косит это козьба это козьба называется с буквой с козь козьба не козьба козьбе имеет отношение козьба вот и мы приехали туда я выросший на асфальтовых полях городских вот я как-то я видел в кино как косят песни еще какие-то поют я приехал вот я взял косу в руки вот и начал косить как я понимал правильно и ко мне тут же подошел один из наших работников театра который вырос в деревне на легенды знаешь чем отличается козьба от рубки дров я речи молитву дрову косят а дрова рубят а ты говорит рубишь трав я выступил с предложением на самом деле это очень опасно это очень опасно касание нет я был на таком расстоянии что у меня возникло головое предложение пошлите меня в москву или в петербург на двухнедельные курсы как правильно косить потом я приеду в итоге короче говоря научился косить ребята это невероятное удовольствие так я с тех пор просто обожаю обожаю запах свежескошенные травы особенно если она нагрелась под солнцем все я еду здесь по дорогам я открываю окна да да с косой как хазанов рассказывал как он где-то там ну начиная еще мартистом где-то в селе они там выступали в клубе и он там в лаптях там что-то как крестьянином каким-то и вот такой вот вышел на сцену и вдруг такой голос там из зала смотри донька евреи в лаптях приблизительно а ты был с косой а я был с косой я был еврей с косой вот нет но вообще это было здорово нам есть что вспомнить в отличие от от нынешних нет нижней мочами кроме айфонов там этих моделей могут ничего не помнить в школе нас посылали вот это я помню совершенно точно это пошел бы нет и мы приехали нет нас послали после восьмого класса я уже не помню что мы там дергали а морковку мы должны были прореживать я помню приехали первые мальчишки выпускник восьмых классов и мы разбивали ставили палатки и кровати собирали на следующий день приехали девочки и мы в первый же день вечером пришли к местным ребятам ребят а вот танцы у вас когда это танцы у нас горит каждый день только вам это не нужно были чего-то побьете потому что мы городские либо вы просто не пойдете наши танцы что музыка плоха не не вопроса не пойдет а чего мы не пойдем потом увидите не такие девки девки у нас свои были дело было в другом значит нас когда в первый день вывели на поле я увидел эту грядку вот бесконечно то есть просто не конца не края а дергать морковку нужно вот в позе классовой ненависти вот так показываю да значит сейчас я уже разгибаю с трудом тогда еще разгибался лучше но тем не менее вот так вот простояв полчаса я понял что я не разогнусь никогда и у меня получилось точно как в рассказе хазанова помнишь у него был замечательный рассказ лыжные гонки не помню когда их от организации послали значит на лыжные гонки чтобы там сдавать вот и там была замечательная фраза один из участников гонки вы не устали спросил меня номер 15 когда мы прошли 12 метров вот у меня было приблизительно так когда я через полчаса разогнулся я понял что я прошел метров пять а до конца грядки еще было метров пятьсот когда мы доползли все и упали где-то на пятидесятом или на сотом метре нам сразу стало понятно почему мы не пойдем на танцы уже танцевать вот в этой позе абсолютно неудобно вот так что вот по поводу посыл участики у меня другая ассоциация была у меня есть знакомый один он москве пошел учителем работать надо еще советское время математики ну а до этого он так далекий был от школы человек а его приятель был заучим в школе а он закончил университет по математике есть и ну очень короче работал в школе пороге и там был такой момент когда перемена была его ученики то облипили что-то прыгали на него вопросы задавали на него как не отбиться а в это время проходивший зауч ему сказал гриша отвел в сторону и гриша запомнил настоящим педагогом ты станешь тогда когда научишься правильно говорит слово ступай ступай